Иван пишет Вот про Гапона Авального все меньше слышно Натаныч был прав Это он реагирует на ролик на кого работает Навальный Где я красивый с бабочкой Вот Татьяна Зайцева тут написала что мне очень понравилось семинар по борьбе с нарциссизмом Я здесь самая красивая Вот Я здесь самый красивый Вот Деньги кончились и страшно Проблема, которая уже была Значит Понятно, что все это очень полезно Маленькие провокации которые которые позволяют власти показать свою силу И когда Навальный без согласования с основными политическими партиями Значит проведя небольшую платную кампанию в интернете выводят на площадь этих молодых плохо ориентированных людей и их там под дубинки выводят Ну власть показывает вот она какая жестока не надо и действительно убеждает значительную часть общества в том что ну это опасно политзаключенные сейчас вот приходится уже подключаться политикам которые борются за судьбы за жизни этих молодых людей политзаключенных но первоначально надо быть честным они честными они не с политическими партиями выходили на протесты они не с осознанными лозунгами выходили на протесты это ни в коем случае не оправдывает преступления власти ни в коем случае я не пытаюсь их обвинить в чем-то но они попались на все эти вот этой ловушки провокации 9 января когда действительно поп гапон вывел большие массы граждан 9 января 905 года довольно давно 115 лет назад вот ну там пострадали люди тоже и убиты были и и разочарованы в царе пострадали вот и ну часть вины конечно на них самих нельзя верить провокаторам нельзя верить попам гапоном вот это просто опасно для жизни для здоровья это надо учитывать хороший опыт между прочим для всех тех кто собирается заниматься политикой собирается выходить на улицу выходить то надо не просто там крикнуть что-то невнятное выходить надо с понятными лозунгами и ориентироваться при этом надо на политиков которые эти лозунги произносят на не на Алексея Навального а на Дмитрия Гудкова на Михаила Касьянова на Григория Явлинского на Каре Каспарова на много кого на Владимира Рыжкова вот поэтому понятно позиция власти но это же действительно такой пузырь очень искусственный надутый я помню время когда средства массовой информации то есть пропаганды вдруг начали кричать ни с того ни с сего лидер оппозиции Навальный еще был жив Боря Немцов еще Гарик Каспаров был в Москве лидер оппозиции какой лидер какой оппозиции раскручивать его начали и повторюсь я не снимаю своего вопроса по поводу убийства Бориса Немцова как проявление желания так сказать монополизировать эту должность лидера оппозиции Навального то что спецслужбы продолжают его продвигать и продвигали его тогда и то что он принял это продвижение и то что это продвижение в том числе включало и убийство Бориса Немцова вот ну для меня это очевидный факт вот и прощать Алексея Навального это вне зависимости того как он это будет объяснять собственной глупостью или не информированностью или тем что он осознал прощать этого я не собираюсь вот вот Продолжение следует...